Первичный иммунодефицит могут вести полноценную, яркую жизнь. Очень важно, чтобы пациенты понимали, как устроена система здравоохранения в регионе, как устроена система лекарственного обеспечения. Что нужно от пациента для того, чтобы вовремя и в полном объеме получить лекарственное обеспечение бесплатно по месту жительства. С одной стороны, кажется, ну что в этом такого? Пациенты, лечащие, врач постоянно общаются, и из этого взаимодействия вообще было бы невозможно в принципе лечение пациента. Тем не менее, наш опыт показывает, что вот в формате школ, когда врач и пациент встречаются в совершенно другой обстановке, это общение переходит на качественно другой уровень. Многие вопросы, которые оставались нерешенными или незаданными, они как раз в рамках школы поднимаются, обсуждаются, и таким образом находятся общие решения. Подсолнух – первая и единственная организация, которая занимается проблемой первичного иммунодефицита в России системно. Сотрудничество с ведущими экспертами в области иммунологии, педиатрии и ревматологии. Работа с профильными медицинскими учреждениями по всей стране. Глубокая интеграция в пациентское сообщество. В целом в России очень низкая юридическая грамотность. К сожалению, люди не привыкли получать информацию о своих правах и о путях их реализации. Во время пациентских школ на нашем юридическом блоке мы стараемся объяснить людям, что на самом деле всё не так страшно и не так сложно, что есть какие-то базовые принципы и техники, которые можно универсально применять во многих ситуациях. Поэтому, выходя уже с этой школы, люди умеют не только решать свой конкретный вопрос, который у них есть сейчас, но и через какое-то время могут с помощью тех же методик решить другой вопрос или поделиться своим опытом с такими же пациентами и решить уже их проблемы. Пациентам очень важно общаться друг с другом, находить похожие истории или же понимать вообще, что ты не уникален в своей ситуации. Во-первых. А во-вторых, случается так, что пациент с первичным иммунодефицитом оказывается вообще единственным в своём регионе. Он может долгое-долгое-долгое время считать, что таких людей больше вообще нет, как он. Непонимание своего заболевания порождает только ещё больше стресса и боязни, например, посещения больницы. Ребёнок не всегда будет оставаться болеющим ребёнком. Совсем скоро из ребёнка вырастет взрослый пациент, который должен к своему совершеннолетию стать ответственным и уметь постоять за свои права, например, или же просто найти тот образ жизни, который будет подходить для него. Понимание своего диагноза и лечения, знание своих прав и поддержка близких помогают пациентам жить полной и качественной жизнью, не становясь заложниками болезни. И этому можно научиться, задавая вопросы врачам и делясь опытом с другими пациентами. Именно поэтому уже несколько лет фонд проводит школы, на которых можно получить знания от ведущих экспертов и стать частью большой и активной пациентской команды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова